Корреспондент нашей программы Александр Поливко принял участие в регулярной тренировке бойцов СОБРа. Для этого ему пришлось примерить бронежилет, шлем и другое снаряжение, а еще поучаствовать в штурме здания, спасти заложников, спуститься с высоты пятого этажа и не только. Свои впечатления вместе с рассказом о том, как тренируются спецназовцы, он изложил в следующем репортаже. Пусть это и учение, бойцы выкладываются, что называется, на полную. Сегодня в программе у сотрудников СОБРа отработка задержаний вооруженных преступников. Профессия журналиста, как известно, предполагает знание фронта потенциальных работ. Например, если рассказываешь о мошенниках, надо знать, как оградить от них людей. А если делаешь репортаж о спецназовцах, иногда стоит попробовать себя на их месте. Чтобы история была от первого лица, надеваем боевку, настраиваем под свой размер. А сколько здесь килограмм? Здесь 12. Ну вот меня снарядили, получается 12 килограмм, это, наверное, второй или третий класс брони. Погрузимся в «Тигр» и поедем штурмовать здание. В целях безопасности нас попросили отойти, чтобы не мешать профессионалам выполнять свою работу. Заходит очень громко. У неподготовленного человека может случиться контузия. Даже если это имитация реальной контртеррористической операции, все равно задействует все силы. Коптер устанавливает точное местоположение, снайпер следит на позиции за условным преступником. Данные получены, цель подтверждена, штурм начинается. Под взрыв светошумовых гранат бойцы заходят на позицию. Сработали очень быстро. У условного злодея, безусловно, не было ни единого шанса. Можно считать, что штурм окончен. Сопровождалось все это взрывами, бахами, бабахами. Я даже немного оглох. Как заверил начальник отделения, бойцы со своей задачей справились на отлично. Вооруженный преступник оказал вооруженное сопротивление, был уничтожен. Боевые группы СОБР столицы свою задачу выполнили. Соответственно, после проведения специальной администрации на место вызываются саперные подразделения, следственные органы. Главное, что это были учения. И боец, который сыграл роль главного злодея, цел и невредим. Признается, для него такое шоу с выстрелами и взрывами не в новинку. В принципе, это стандартная ситуация. Мы часто проводим. На учениях все равно кто-то делится, кто-то заложник, кто-то террорист, кто-то группа захвата. Следующим пунктом стал захват условных преступников в автомобиле. Чтобы максимально эффективно отработать сценарий, привлекли служебную собаку. Небольшая подготовка, погоня началась. Прямо сейчас бойцы проводят задержание вместе с собакой. Это одна из вариативностей такого подобного задержания условного террориста. Вот работает собака, работают бойцы СОБРа. И они сейчас погружают в свои машины условных террористов и увозят их вместе с собой. А впереди ожидает главное испытание – спуск с пятиэтажки. Несмотря на то, что тут 20 метров, на верхней точке ощущается, как все 200. Мы с вами видели, как спускаются профессионалы, теперь пришла наша очередь, а конкретно моя. Надеваем снаряжение и слушаем инструктора. У меня уже трещет все нормально. У меня вы сняли бронежилет, потому что сама по себе установка такая, что первый раз, тем более перед спуском, я боюсь высоты, тяжело, поэтому без бронежилета, без снаряжения. Как бы я ни пытался слушать вводный инструктаж, все летит мимушей. Не стыдно признаться, нормальный человеческий страх берет свое. Ну, не успокоюсь, я не хочу, я все ее передумал. Было уже поздно менять решение. Снаряжение готово, и оставалось только начать спуск. Самое тяжелое испытание – справиться с волнением. Нет, ты на них посмотри, смотри на меня. Все, нет или нет, давай. И вот он, момент истины. Ну, машина, все, все хорошо. Самое сложное пройдено, осталось только освоить технику спуска. Что? Я не буду так делать. Спустя несколько минут я все же почувствовал землю под ногами. Спуск прошел удачно, никто не пострадал, и это главное. Все, а ты боялся. Я спустился вместе с инструктором и понял одну простую вещь. Я пока хочу побыть корреспондентом, не буду пока записываться в бойцы СОБРа. Вот так один день СОБРом доказал. Эти крепкие бойцы готовы ко всем испытаниям. Для такой психологической и физической нагрузки нужна долгая подготовка. Можно не сомневаться, а в случае угрозы спецназ всегда защитит граждан. Александр Поливко, Виталий Милков, Даниил Корсаков. Вести, дежурная часть.